Я знаю, обычно люди встают вот так, можно так, но в этом случае лучше будет так, чтобы рубашку было видно. Все, теперь займи, замри и не моргай. Но ждать, что сейчас вылетит птичка, не нужно. Это не фотосессия и даже не видеосъемка. Это сканирование. Процесс не такой быстрый, как фото. Длится около трех минут. Ведь здесь важно запечатлеть клиента не только спереди, а еще сзади, сбоку, сверху и снизу. Для объемной копии важна каждая деталь. Человек должен замереть, стоять неподвижно, для того, чтобы мы получили его точную 3D-модель. Специальный сканер 3D, который может снять копию с человека, в отличие от своих больших возможностей, совсем небольшой. Вот он, миниатюрное устройство, прикрепленное к планшету. Итак, первый этап окончен. Теперь необходимо загрузить модель человеческой фигуры в компьютер, взять виртуальную кисть и поработать над деталями. Данный сканер, он не видит, к сожалению, мелких элементов, таких как уши, глаза. Поэтому нам приходится их дорабатывать вручную. На это уходит приличное количество времени. И поэтому, чтобы изготовить нам данные модельки, требуется около двух недель. Можно отправлять на печать. Принцип действия 3D-принтера схож с обычным. Только заправляют его не чернилами, а специальным порошком. И вот, слой за слоем, принтер начинает лепить нашего мини-человека. Растет фигурка не очень быстро – 2 мм в минуту. Маленькие люди из полиамида стоят около 5000 рублей. Теоретически, можно заказать себя в полный рост. Но с увеличением размера, соответственно, и сумма увеличится в разы. Хотя в истории такие примеры есть – самолюбивые звезды российской эстрады. Филипп Киркоров сделал точную копию себя и отправил ее портному, чтобы не тратить время на примерки. Но сегодня 3D-устройства – это не игрушки, а можно сказать наше будущее. На объемных принтерах уже печатают имплантанты, протезы, машины и даже дома. В планах – печать искусственных органов. Анастасия Лепатва, Денис Лопарев, 12 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова